Приветствую всех в очередном уроке нашего курса по CSS3 и в данном уроке у нас речь пойдет о прозрачности. Каким образом назначить прозрачность, как она соответственно наследуется и далее мы поговорим с вами о методах назначения цвета, но в большей степени мы затронем тему назначения цвета именно повернув ее в сторону прозрачности. То есть CSS3 позволяет у нас задавать фоновый цвет и менять при этом прозрачность. В общем-то очень мощный такой механизм, можно им пользоваться, достаточно хорошо он поддерживается. Так, значит привычные наши заготовки. Открываем заготовки наши по урокам, да, и видим примерно значит вот такую вот вещь. Так, наверное приступим тогда, да, изучать наши свойства. В браузерах все открыто. Текст я взял с лори мипсу на генератора, то есть абсолютно произвольный текст. Так, значит у нас есть div, в нем вставлен тег p, уже который непосредственно в себе содержит какой-то текст. По стилям тоже все просто. У diva есть фоновая картинка, а у нашего тгп заданы соответственно отступы, цвет текста и цвет фона. Да, вот в общем то, что мы и видим сейчас. И далее мы соответственно будем пытаться что-то изменять, добавлять и смотреть на результат. Так, значит свойства, которые у нас отвечает за прозрачность, это свойства opacity. Opacity в качестве значения она может принимать значит значение от нуля до единицы. Если мы сдаем что-то между нулем и единицей, то соответственно через точку, допустим 0,2. То есть это такая вроде как процентная величина, да, от нуля процентов до ста процентов. И в общем то, что это означает. Видим 0,2 практически невидимый, 0,1 соответственно будет еще более невидимый, да, еще более прозрачный. Соответственно 0,9 будет практически видимый, да. Значит чем меньше, тем прозрачнее, чем значение ближе к единице наоборот, тем соответственно менее прозрачный, более насыщенный у нас получается цвет. Причем каким образом эта вещь работает? Давайте поставим допустим 0,4, чтобы это видеть. Ставим значение 0,4. Идем в какой-нибудь браузер. Обновляем, смотрим, что у нас обновился и фоновый цвет. Элемент стал прозрачным, точно так же стал прозрачным наш фон и точно так же стал прозрачным наш текст. То есть оно наследуется, причем во всех браузерах это все работает абсолютно одинаково. Оно наследовалось и все наши дочерние элементы, которые входят в наш класс div, давайте вот так сделаем, они соответственно тоже у нас становятся прозрачными. То есть прозрачность мы задали только для div, прозрачным стал и фон параграфа, и сам текст параграфа. То есть все, что внутри того находится, к чему мы задали прозрачность, все автоматически сразу принимает такую же прозрачность, как и, соответственно, родительский элемент. Причем я не специально, не случайно, точнее, сделал параграф со своим фоновым цветом, со своим, значит, цветом текста. Если мы здесь поставим значение opacity, допустим, единицу, то есть, по идее, должно быть все нормально. Блок с нашим фоновым цветом станет прозрачность 0.4, да, а для тега p у нас будет прозрачность единица, то есть он будет абсолютно видимый. На самом деле так не происходит, давайте в этом убедимся. Вот мы все обновили, во всех браузерах все одинаковое. Почему? Потому что оно, когда унаследовалось, оно после этого в дочерних элементах, свойства opacity, оно не может быть установлено больше, чем оно установлено для своего родителя. В общем-то, что данный пример и характеризует. То есть, здесь у нас opacity установлено 0.4. Для дочернего элемента, какое бы мы значение ни назначали, выше, чем 0.4 у родительского элемента, оно не станет. Ну и, соответственно, вопрос, да, а как все-таки сделать непрозрачно? Ну, пускай, допустим, у нас есть блок div, да, мы его хотим оставить абсолютно непрозрачным, то есть в натуральную, скажем так, насыщенность, да, а хотим немножко сделать прозрачным наш тег p. Ну, то есть, как бы не вопрос, да, убираем отсюда прозрачность. Здесь ставим, предположим, 0.4, да, оставляем, и мы видим, что у нас становится автоматически прозрачным и текст. Давайте попробуем сделать, предположим, пикселей 27, непрозрачность поставить на 0, пускай даже 3. Видим, да, это просто, чтобы убедиться, что на самом деле текст тоже у нас становится прозрачным. Да, вот если так вот выделить, то мы видим просветы фона. Надо выделить прозрачным цвет фона, но текст оставить непрозрачным. Допустим, стоит такая задача. Как мы ее будем решать? Ну, первое, что приходит в голову, для тега p задать непрозрачность, текст поместить еще в один тег span, но в любом случае он, тег span этот будет содержаться внутри нашего тега p, да, для которого у нас уже назначена прозрачность. Соответственно, цвет все равно будет прозрачный. Значит, чтобы этого добиться, здесь нам приходят на помощь способы задания цвета, которые поддерживают альфа-канал, который же позволяет управлять, собственно, нашей прозрачностью. Мы знаем, да, что можно задать цвет таким образом, а можно задать цвет в формате RGB. Поставим, допустим, 0, 0, 0. Видим, да, что у нас цвет текста стал черный. То есть, ну, этот формат, я надеюсь, вы знаете. 0, 0, 0. Здесь значения могут быть от 0 до 255. Значит, 0, 0, 0 – это абсолютно черный фон. 255, 255, 255 – это абсолютно белый фон. Так, да, видим. Это абсолютно белый фон. Каким образом вообще научиться через Photoshop задавать RGB? Значит, вот у нас есть абсолютно белый цвет. И вот в этой вот линеечке, да, мы видим как раз-таки RGB 255, 255, 255. А сейчас следите вот в эту область, а я буду менять цвета. То есть, синий у нас имеет такой формат, такой. Если мы пойдем на другой синий, вот это наш, допустим, красный меняется. И абсолютно черный. То есть, здесь 0, 0 и здесь одни нули. Значит, если мы хотим задать вот такой вот цвет, да, 165, 25, 64. Ну, давайте тоже 65, чтобы красиво было. Так, идем сюда. Значит, 165, 25 и 65. По-моему, так было. Таким образом поменялся цвет на красный. То есть, как пользоваться RGB палитрой, да. Поменяем все обратно на наш белый цвет. Ну, в CSS3, в общем-то, появился у нас новый, еще один, четвертый параметр в новом свойстве. Оно называется RGBA. То есть, red, green, blue и альфа-канал. Альфа – это непрозрачность наша, которая также имеет значение от нуля до единицы. И устанавливается вот здесь в скобке, да, вот в качестве четвертого параметра просто. Допустим, 0.4 наша. Так, задаем 0.4, видим, наш фоновый цвет стал прозрачным, а текст как был черным, так и остался черным. Но поскольку это просто цвет, это не прозрачность, это не отдельное свойство, это именно формат, новый формат, в котором мы можем задавать цвет. Никто нам, собственно, не мешает задать в таком формате цвет текста, если нужно будет, да. Тайм 0.0.0. Ну и последнюю поставим, например, 0.2. Видим, да, текст буквально чуть виден. Причем, можно менять отдельно для фона, отдельно для цвета текста, задавать абсолютно разные непрозрачности, то есть можно поставить здесь 0.7, там оставить 0.2. Будет вот таким образом. Мы уже умеем работать, да, с тенями для текста. В прошлом выпуске мы с этим познакомились. То же самое, можно задать тень для нашего блока в таком формате RGBG, и тень будет прозрачная. А в чем мы при этом выигрываем? В том, что смотрится более реалистично. Ведь на самом деле тень-то она немножко подразумевает под собой просвет, скажем, того, на что она падает, правильно? Поэтому получаем совсем такую достаточно реалистичную картину. RGBA это не единственный новый формат, который предлагает нам задавать цвет для фоновый цвет, либо цвет текста, либо, опять-таки повторюсь, цвет тени, любой цвет. Но есть еще один формат. Давайте сделаем второй блок, еще один. Делаем блок 2. Так, скопируем вот эти стили. Так, делаем блок 2. И здесь делаем тоже блок 2. Так, смотрим, вот наш нижний появился. Так, фоны мы убираем. Это мы тоже убираем. Так, получили вот такую вот вещь. Сейчас мы сделаем с вами новый формат цвета, но оставим те же самые цвета. Значит, новый формат у нас HSLA. Есть формат и HSL, но есть и HSLA. Давайте разберем лучше сразу с прозрачностью, поскольку у нас урок больше в прозрачности повернут. А потом поясню, что значит, что у нас будет означать просто HSL без А. так, если мы зададим фоновый цвет белый для нашего параграфа, как он и был, да, то нам нужно написать 360. Далее поставить 0%. Следующее, что нам нужно поставить, еще 0%. И через запятую указываем непрозрачность. Давайте пока поставим единицу. Итак, HSL, да? Это от английского. То есть, если это red, green, blue, да, то есть смешение красного, зеленого и синего цветов, то здесь все это тоже идет от английских слов hue, да, насыщенность, то есть оттенок. S – это situate, насыщенность, и L – это lightness, ну, это как освещенность, осветление. Да, ну и A – это опять-таки альфа-канал. Значит, откуда берется у нас оттенок? Оттенок мы можем взять, опять-таки, поясню на фотошопе. Вот у нас, если белый цвет, он показывает H, вот здесь вот S, да, и вот L. Ну, давайте убедимся. Так, да, это наоборот у нас получился абсолютно черный цвет, то есть если сделать здесь по фотошопу, собственно, как он и рекомендует поставить вот эти 100, то, соответственно, получаем абсолютно белый цвет. теперь давайте попробуем пройтись по красному цвету. Видим 343, 100 насыщенный, да, и светлота у нас будет 55. Так вот, основную роль у нас, в общем-то, играет насыщенность, минимальная светлота совсем и оттенок. Почему? Двигаемся, допустим, вот сюда и идем влево. То есть у нас красный будет становиться все светлее и светлее. Но оттенок у нас как стоит на своих 343, да, так он и стоит. Светлота в районе 57, в общем-то, эвалируется, ну, потому что за счет мышки немножко минимальные колебания вниз-вверх все-таки идут. В основном, стремительнее всех, да, у нас падает насыщенность. Вот так вот, если пройтись по прямой линии, то у нас немножко упадет светлота наша и практически до нуля упадет наша насыщенность. Но градус нашего оттенка, да, он останется практически неизменным. Ну, вот таким вот образом берутся вот эти цифры, как их брать из фотошопа и что они означают. Итак, вот этот оттенок, да, который H, он задается в градусах. То есть, это что-то типа такого, если представить всю вот эту вот линейку цветов, которую нам предлагает фотошоп, вот эту, да, в виде круга, то соответственно там будут градусы 0, 1, 2, 3 и так далее до 360. Лайтнес это осветленность, это понятно, и насыщенность это от самого яркого цвета до буквально до оттенков серого. Точно так же, как в RGBA, да, соответственно, здесь мы можем менять прозрачность, то есть, если мы поставим 0,1, то мы, соответственно, получим вот практически прозрачную. Если мы поставим 0,3, соответственно, получим немножко более насыщенную. То же самое можно сделать и для цвета. HSLA, давайте сделаем цвет, давайте делаем какой-нибудь красный. Такой, да, значит, 0, 94% и 0 градусов 94% так и Lightness у нас будет 48, да, 48, поставим пока единичку. так, 48%. Вот мы получили наш красный цвет, да, теперь можем соответственно, менять прозрачность, то есть, опять-таки, там, если поставить 0,4, предположим, да, то получаем прозрачный наш цвет. То есть, таким образом, цвета RGBA и HSLA, да, у нас работают с нашими прозрачностями. Если указывать просто HSL, то, соответственно, нужно убирать вот этот четвертый параметр прозрачности из скобок, и они будут работать, как абсолютно обычные цвета. то есть, не прозрачные, но со своими заявленными цветами, такие, как, в общем-то, и определяются. Так, поддержку HSLA в Photoshop мы не посмотрели, но она там поддерживается нормально, поэтому, в общем-то, я на этом не останавливался. интернет-эксплойер, опера, хром, мозила, сафари. Современные браузеры все поддерживают прозрачность, ну, и опять-таки, повторюсь, что opacity это именно прозрачность для блока, причем прозрачными станут все элементы, все-все-все, что лежит внутри данного блока. А когда мы задаем прозрачность в виде цвета в формате RGBA или HSLA, то мы, соответственно, имеем прозрачность только этого отдельно взятого цвета. Конечно, если у нас стоит картинка, я надеюсь, вы это должны понимать, если мы хотим изменить просто прозрачность, скажем, вот у отдельно взятой картинки, которая лежит, ну, предположим, не фоном, просто статично стоит в сайте. Здесь, конечно, в безопасности никуда не денешься, да, но если нужно вставить прозрачным, сделать какую-то тень от блока, да, либо цвет текста или там сам фоновый цвет, то здесь, конечно же, предпочтительнее нужно использовать задавание цвета с прозрачностями в известных нам форматах, чем указывать opacity, потому что потом прозрачным становится абсолютно все, что лежит внутри. по прозрачностям в общем-то все, что я запланировал на этот урок, я все, в общем-то, рассказал, об этом жду вас в следующем уроке, а на этом данный урок закончен. Спасибо за внимание.